Так, ну вот последний ролик на сегодня, посвященный плаванию. Ну, в принципе, тему я думаю, что до конца практически всю полностью раскрыл, которую хотел раскрыть всем, кому будет интересно, ее посмотрим. То есть, ролик посвящен увеличению нагрузки плавания. Когда ее надо увеличивать? Увеличивать нагрузку необходимо тогда, когда вам не помогают, вы начинаете плавать очень быстро. То есть, ну, достаточно быстро. То есть, вы начинаете спокойно плавать по 2-2 с лишним километра. Вы чувствуете себя при этом хорошо. И вы, выйдя из бассейна, не ощущаете того, что вы получили полноценную нагрузку. То есть, вы не ощущаете, что вам из бассейна, ну, на мой взгляд, надо выползать. Что ты выполз, тебе все, то есть, уже ты полностью выдохшийся, встаешь под горячий душ и отходишь. Если этого не произошло, значит, что-то было не так. Либо вы схалтурили, либо, допустим, у вас что-то не получалось, но в конечном итоге нагрузку вы не получили. Как можно увеличить собственную нагрузку при плавании? Первое. Это плавание с ускорениями. Что это значит? Если вы посмотрите на дно бассейна, то вы увидите там полоски. Допустим, на 50-метровом бассейне полоски расположены через каждые 10 метров. То есть, ну, вот горизонтальная полоса, которая отделяет вот как раз вот это вот расстояние. Значит, делайте следующим макаром. Плывете в обычном режиме 10 метров. Увеличиваете скорость, максимально увеличиваете скорость на 10 метров. Обычный режим увеличения скорости. И вот так вы делаете постоянно. Постепенно вы увеличиваете, допустим, но обязательно меняйте режим. То есть, увеличиваете, если сделали, допустим, 10 метров, проплыли в спокойном режиме, в обычном, доведите до 20 метров. 20 метров, 10 отдых. И вот так вот это дело гоняете взад-вперед. В конечном итоге у вас получится, что за 2 километра плавания вы 1 километр проплыли в усиленном режиме. Все. То есть, когда вы сведете это 50 на 50, сразу почувствуете, выйдя из бассейна, сразу почувствуете, что все у вас тело налито, голова у вас тяжелая, все вам необходимо в горячий душ, чтобы отойти, прийти в себя. Все. Значит, тренировка прошла удачно. Все срослось так, как это должно было быть. То есть, вы добились желаемого результата. Когда это перестало помогать. Когда вот, именно когда вот данная нагрузка, смена нагрузки вам перестала помогать, берем руколазты. Начинаем с них. Ну вот у меня руколазты Vortex Arena. Вот, классные руколазты. Меньше я не вижу смысла. То есть, потому что, в принципе, я так говорю, ты не начинаешь, а именно как раз ты увеличиваешь нагрузку. Когда ты вот уже все, вот, дошел до того, что тебе не хватает, что ты уже все, вот, делаешь все, что можешь, скорость выгнал до максимума, все здорово. Но при этом ты проплываешь нужную тебе дистанцию, и при этом ты не чувствуешь, что ты выдохся полностью, одеваешь руколазты. Сразу же все встает на свои места. С ними делаешь то же самое. То есть, доводишь себя до того, что, скажем так, сеанс плавания в руколазтах целиком. Ну, если вы их надели, снимать уже смысла нет. То есть, я, по крайней мере, для себя решил, что нет никого понта плавать без ласт на руках, потом надевать руколазты делать как-то. Это только, это от рукава. То есть, это все ерунда. Надели, поперли, все, отработали дистанцию. Нечего там себя жалеть, нечего себя там как-то считаться своими там этими. Если вы дошли до этого момента, значит, у вас уже все. У вас кардионагрузку вы выдерживаете спокойно. Если вы подошли к тому, что вам требуется ласт на руке, это значит, что кардионагрузку максимальную вы выдерживаете без малейших проблем. Это значит, что нагрузку с ластами вы также выдержите. Что я могу сказать? Надев ласты, вы заметите, первая тренировка, вы проплывете, вероятно, с ними ту же самую дистанцию, которую плавали обычно. Но выйдя из бассейна, вы выдохнетесь капитально. Вот, все. Отходняк будет длиться дольше, чем обычно. Но, в конечном итоге, все пройдет. Придя на следующий раз на тренировку, вы заметите, что скорость у вас упала. То есть, и очень какое-то значительное дистанция, у вас не дистанция, а время пройдет до того момента, когда у вас скорость обратно поднимется с рука ластами. После того, как вы начинаете вот это вот все дело делать, то есть, здесь также методика увеличения нагрузки точно такая же, как с обычными этими. Если вы плаваете без установки 2 километра, там, 2-2-2, 2 с лишним километра, так же с ластами плаваете такую же нагрузку, может быть, будете плавать медленно. Ничего страшного. Ваша задача сжечь лишние калории, как бы убрать, и поддержка своего тела. Спорт вам нахер не упал. Спортсмены, пусть он в спортивной школе занимается. В конечном итоге им за это платят. Дальше. Когда вы почувствовали, что рука ласта вам тоже не хватает, здесь приходят в действие ножные ласты. Поначалу точно такая же картина. То есть, надев ножные ласты одновременно с ручными, будет увеличение скорости. Постепенно это увеличение скорости спадет. То есть, плавать будете конкретно. Если вы сразу пришли в бассейн, одеваете сразу ласты на ноги, на руки, и пошли работать. Пришли в бассейн, то есть, у вас время будет тратиться. То есть, поскольку... Вот тоже это вот эффект. Это очень многие думают, что вот это делается для того, чтобы увеличить скорость. Поскольку увеличивается площадь размаха, площадь прохождения водяного потока. Да, увеличивается. Но при этом требуется для того, чтобы поддерживать данную нагрузку, требуется очень сильная... Собственно, мотор требуется мощнее. То есть, как еще раз говорю, что это все равно, что, допустим, на мотор, который не рассчитан на 15-й винт, к примеру, поставить 15-й винт, загрузить по максимуму, и потом сидеть и удивляться, почему лодка не едет. Я же вроде все сделал. Поставил тяжелый винт, все классно. Вот. А она не едет ни хрена. А она не едет, потому что силы мотора не хватает. Вот силы вашего мотора, ваше тело, это и есть мотор в данном случае. Вот. Не будет хватать для того, чтобы удерживать полностью нагрузку вот данной вещи. После того, как вы смогли проплывать дистанцию, вернулись, пройдет какое-то время. Может быть месяц, может быть два, может быть полгода. Но в конечном итоге вы увеличите свою выносливость, увеличите свою силу для того, чтобы вы будете справляться с дистанцией в ластах, в ручных, ножных одновременно, без проблем. Вот. Но единственное, что минус, который есть у ножных ласт, то есть как только вы и ходили, у вас уменьшается нагрузка на пресс, пресс начинает прорабатываться хуже. То есть, но к этому моменту пресс у вас уже есть. То есть, если вы дошли до этого этапа, то здесь уже четко у вас уже проблем с лишним весом у вас в данном моменте уже нет. То есть, вы уже вернули свою форму, вернули свое тело полностью. То есть, и пресс у вас уже восстановлен. То есть, вы занимаетесь только поддержанием. Для поддержания хватит. Если надо все-таки увеличивать нагрузку, в этом случае доска для пресса вам в помощь. Потому что лучше ее все равно ничего не придумаешь. Вот. Дальше. После того, как проходит следующий этап, следующий этап вашего, скажем так, пути в бассейне личного, это то, что вы начинаете проплывать с ластами дорожку и начинаете постепенно увеличивать скорость. То есть, у вас получается, что вы, допустим, берете и проплываете совершенно спокойно, за 40 минут проплываете 2 километра. Те же самые. Начинаете проплывать за сеанс до 2,5 километров, до 300. И, в принципе, вы не чувствуете, перестаете чувствовать нагрузку. И этот, как его называется, в этом случае здесь помогут вам следующие вещи. То есть, до этого я допер не сам. То есть, это спасибо одному из трениров в бассейне, в котором я занимаюсь. Потому что, в принципе, ряд вещей нужно советоваться. Потому что ты так не узнаешь. Необходимы тормоза. Можно разработать две системы тормозов. Первые тормоза. Это когда вы вешаете тормоз на пояс, но его надо покупать опять же. То есть, вот это вещи индивидуальные. Они все, это все, вот это, вы покупаете, это ваши собственные, это аксессуары личные ваши. Их вам никто не даст, их не выдают в прокатку. Так же, как и очки. Пояс для, тормозной пояс, соответственно, вам нужно будет покупать. В наличии его, наверное, в вашем городе, если вы не в Москве находитесь, нету. То есть, это все будет идти под заказ и достаточно долго. А нагрузку хочется увеличить. Можно сделать это совершенно простым способом. В каждом бассейне существует доска. Вы, если вы ходите в бассейн, то увидите, что иногда люди на ней, с ней плавают. Люди выставляют ее впереди и плавают, прорабатывают ноги. Этот, лаз из властах. То есть, ноги в властах активно работают. И, собственно говоря, вот он плывет с доской. Что здесь надо понимать? Это упражнение вам не поможет. Но поможет с лкдоской следующая штука. Реально поможет. Вы проплываете, к примеру, с властами, полностью, полным комплектом, проплываете 1300 метров. Проплыли 1000 метров, 1300 метров. У вас в каждом бассейне доску можно взять, просто попользоваться. Взять, попользоваться и вернуть назад. Выбираете максимально жесткую доску. То есть, которая не гнется, минимально плавает. То есть, у нее есть такие доски, которые очень жесткие. То есть, вам нужна именно такая доска. Взяли такую доску, приготовили, положили в бортик. Обычно в бассейне никто чужие вещи не берет. То есть, это дети могут, допустим, когда вы попадаете в тренировку, когда она накладывается на тренировку с детьми, они могут прийти, сбросить ваши вещи. Поскольку они там бесятся и играют, и тренера за ними все равно за всеми не выглядят. То есть, явление, когда вы находите свои там тапочки или, допустим, мешок с принадлежностями где-то там в углу, или под лавкой, это нормальное явление. Оно возникает достаточно часто. Париться здесь, изморачиваться из-за этого не надо. А вот доски, которые вы приготовили, аксессуары, которые вы приготовили, если никто их не возьмет случайно по ошибке, что, например, он заготовил то же самое, будет лежать, спокойно ждать вашего, это, к вас. Здесь следующая штука. Проплываете 1300 метров с обоими ластами. Дальше берете доску. Вот эту вот, снимаете ручные ласты. И доску ставите, не вот так вот, на вытянутых руках перед собой. Под собой разворачиваете ее, чтобы она выступала максимальным тормозом. То есть, доска под водой, на вытянутых руках. Соответственно, если вы не гребете ногами, вы утонете. Если, ну, только ли будет держаться на воде, но это очень сложно. А в этом положении, в подводном положении доску регулируете таким образом, что вот она вот тормозила максимально. И стараетесь плыть с ней, вот в таком положении. Как только выдохнулись, чувствуете, что все, сейчас больше не могу. Доску вверх, метров 5-10 проплыли в положении вверх, обратно опускаем вниз. 300 метров. После этих 300 метров, вот, меняя положение доски, обратно одеваете ласты, начинаете плыть. Вы офигеете от ощущения нагрузки, которую вы получили. Это просто, это, говорю, это чума. Это реально чума. То есть, нагрузка будет просто кардинальна. То есть, первое, руки у вас, конечно, поначалу, когда вы начинаете плыть, руки будут просто легкими. То есть, это, ну, ощущение, ноги не будут шевелиться вообще практически. То есть, вы, по сути, первые там метров 200-300 будете заставлять свои ноги работать. И доводить подобное явление, подобную тему нужно до того, что вы взяли в конечном итоге доску, опустили ее полностью, и вы проплываете все 300 метров. Вот доска опущена именно в подводное положение. При этом вы максимально, максимально сильно толкаете себя. То есть, стараетесь проплыть дистанцию с тормозом за максимально короткое время. Все. После этого, поверьте, нагрузку, которую вы получили в бассейне, вам хватит. Если этого не будет хватать, ну, в этом случае. Дальше уже, в следующий этап, это покупка пояса с тормозами, тормозного пояса, и уже дальше с ним. Так что вот, приходите в бассейн, всем рекомендую. Шикарное ощущение. Отличный процесс для корректировки собственного веса. Очень хорошо будете себя чувствовать, и вернете свое тело, вернете свою массу, и собственное здоровье в достаточно короткий срок. Что еще могу сказать? Что, если вы будете постоянно плавать и заниматься спортом в бассейне, вы будете меньше болеть. Меньше болеть. Вы будете меньше подвержены простудным заболеваниям, меньше подвержены вирусам и всем остальным. Либо переносить все это будете неимоверно легче. Бассейн такую штуку дает, реально. То есть чувствуешь, порой иногда идешь в бассейн, чувствуешь, что ты вот все, ну, тебе сегодня там делать нечего. Ну, температуры вроде нет, ну, у тебя болит все, там, голова раскалывается, там, чувствуешь, что там, погода меняется, там, давление плющит и вся остальная херня. Пришел, через 500 метров тренировки, все это выходит на второй план, и ты выходишь из бассейна, как будто вот только что переродишься. Так что вот, обращайте внимание своим здоровьем, и все будет здорово. И не будет вас интересовать всякие хреники, типа вирусов, и все остальные гибели, которые сейчас активно муссируются по всем каналам. Вот, так что вот, удачи вам, следите за собой, следите за своим, за своим телом, и все у вас будет замечательно по жизни. Спасибо за внимание. Меня зовут Сергей еще раз. Вопросы можете задавать мне на почту, почта 1123sobakamail.ru В данном случае я закачиваю все ролики по теме похудения, похудения в бассейне. Спасибо за внимание. То, что смотрели эти ролики, если они вам понравились. До свидания.